Депутаты Горсовета сегодня провели внеочередную 19-ю сессию. В повестке дня несколько важных вопросов, в их числе изменение структуры администрации города и назначение представителя от Белгорода в Ассоциацию Совет Муниципальных Образований Белгородской области. Подробнее о принятых решениях в сюжете Татьяны Красиковой. Главным вопросом внеочередной сессии Горсовета стали изменения в структуре администрации областного центра. Нововведения касаются позиций заместителя мэра. В новой схеме исключены должности трех замов по экономическому развитию, социальной и внутренней политики и руководителя аппарата администрации. Вводятся две должности заместителя главы администрации города, секретаря Совета Безопасности и заместителя по внутренней кадровой политике. Неизменной остается должность первого заместителя главы администрации. Внесение изменений в вышеназванное решение обусловлено прежде всего необходимостью приведения структуры администрации города в соответствии со структурой правительства Белгородской области. В феврале-марте 2015 года произошли существенные изменения в структуре правительства Белгородской области. Это необходимо для выстраивания вертикали власти, соблюдения соподчиненности в целях оперативного взаимодействия и решения вопросов сокращения иерархических звеньев управления. Депутаты Совета депутатов Белграда приняли это решение большинством голосов. Вторым вопросом повестки дня стало назначение представителя от областного центра на 9-й съезд ассоциации Совет муниципальных образований Белгородской области, который состоится 21 апреля. Здесь депутаты единогласно утвердили кандидатуру мэра города Сергея Баженова. Стоит отметить, что накануне он принял участие в заседании Российского оргкомитета Победа. Основным вопросом повестки дня стало обсуждение о готовности к проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Баженов рассказал, что Союзом городов воинской славы было внесено предложение по строительству Москвы на Поклонной горе монумента, объединяющего все города воинской славы. Память о них было предложено увековечить и в стенах Центрального музея вооруженных сил. По решению Союза городов воинской славы выложили предложение наше и вместе с городами-героями по стенам этого музея будет записано из 40 городов воинской славы. Надеемся, что это будет достроено и в том числе и в честь всех городов. Отметим, что в преддверии торжеств, посвященных 70-летию Победы, указом президента ветераны получат единовременные выплаты. В Белгороде таких 5,5 тысяч человек. По 7 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы военнослужащих. Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей выплатят по 3 тысячи рублей. Эти деньги они получат вместе с пенсией в апреле. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.